Мы с вами продолжаем исследование Священного Писания и, наверное, самой интересной ее части – это книга «Откровения». Мы с вами уже достаточно долго говорим о разных событиях исторических, богословских в этой книге, и, скорее всего, у нас уже сформировалось определенное представление о том, что же автор хотел очень главное и важное все-таки оставить в своей церкви. Напоминаю, что датируется эта книга фактически сотым годом, то есть это определенный рубеж новозаветний, это рубеж уже новой эры, это достаточно серьезные подвижки, включая и в политической жизни. Напоминаю, что это время господства Римской империи, это время, когда уже отбушевали страсти, когда был убит Юлий Цезарь, это время, когда уже сменилось несколько императоров, это время, когда та самая великая и могучая Римская империя фактически вошла в свой пик расцвета и уже начнет готовиться к своему угасанию. Вообще, если говорить об истории, если говорить об историческом контексте, то, конечно, это целая большая тема. Ведь Римская империя просуществовала дольше всех 550 с лишним лет. А это только по нашим с вами представлениям. Но если бы мы спросили где-нибудь в 8 или 9 веке какого-нибудь жителя германских земель или франкских территорий, где они живут, они бы вам тоже сказали, что живут они на территории Священной Римской империи. Настолько надолго засел этот образ в головах, образ процветания, образ цивилизации, что уже теперь и христианская эпоха все равно будет говорить о Священной Римской империи. Хотя, конечно же, это уже будет совершенно другое территориальное и, собственно говоря, национальное образование. Да что там говорить, в средний век, XI век, на территории, опять-таки, Палестины тоже, в общем-то, существовало такое государственное небольшое образование, как Рум, что в переводе с арабского это тоже Рим, да, то есть арабы тоже пытались как бы воссоздать величие вот этой самой древней империи. Ну, а все-таки, что же Иоанн хотел нам сказать здесь в шестой главе? И сегодня мы будем рассматривать буквально два коротеньких стиха. «И я видел, что Агнец снял первые семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное». Ну что ж, остановимся, да? Коротких два текста. Агнец снимает печати с того самого заветного, загадочного свитка из пятой главы. Агнец что-то начинает открывать. Вот мы помним эту самую картину престола Божьего, где одесной усидящего находился некий свиток, записанный внутри и от вне, запечатанный семью печатями. И мы помним переживание Иоанна о том, что же это. То есть подразумевается, что все-таки это ответ на все или большую часть вопросов, которые мучили людей того времени. Что происходит с нами, да? Потому что идет время. Иисус Христос обещал свое скорое возвращение. Но этого не происходит. Десятилетия проходят. Более того, те ученики, которые были свидетелями служения Иисуса Христа, те ученики, которые ели спали с Иисусом, которые передают слова, те ученики, которые помнят слова Иисуса. «Я иду приготовить вам место». Кому? Вам. Кто это? Вам. Мы, люди, достигшие 21 века, в том числе. Но прежде всего, конечно же, ученики эти слова относили к себе, потому что к ним обращался Спаситель. С ними разговаривал Иисус. И они жили с этими словами, они жили с этими мыслями. Что, собственно говоря, да, произошло распятие. Они все-таки узнали, что произошло воскресенье. Они встретились, они говорили. Они были вдохновлены Святым Духом. И их служение, в том числе, было моментом приближения, возвращения Иисуса Христа. Они считали наверняка, что это все отлучение Иисуса Христа или Его, скажем так, вознесение ненадолго. Ненадолго. Что Он придет, и очень скоро. И они воссоединятся. Вот так группа возлюбленных учеников, все те, кто эти три с половиной года были вместе, жили вместе, переживали, путешествовали, ходили, проповедовали, побеждали, проигрывали и опять побеждали. То есть это целая жизнь этой самой группы людей. И они понимают, что да, Иисус лишь отлучился. Да, сейчас что-то здесь будет, сейчас будет что-то происходить, но Он на самом деле это отлучился ненадолго. Ушел ненадолго. Командировка. Так скажем. В нашем случае мы уже можем сказать, что командировка затянулась на сколько? Двадцать веков. Две тысячи лет. Интересно. Интересно то, что все печати были построены по цифре 4 и 3. Четыре коня выйдут по призыву Агнца. И три горя последуют потом. В наших последующих встречах мы будем с вами эти картины для себя открывать. Но хочется сказать опять-таки, да, вот смотрите. Агнец снял первую печать, да, то есть он ее сломал с этого самого свитка. Печать была, скорее всего, висячей. То есть свиток был замотан бечевкой, веревкой, да, и запечатан. И когда этих печати семь, это означает, что семь, ну говоря нашим современным словом, нотариусов, юристов, заверили истинность этого писания. И для того, чтобы прочитать то самое, ну если бы это было завещание какого-то очень богатого человека, то нужно было эти печати ломать. И тогда каждая сломанная печать приближает нас, собственно, к финалу. А финалом является прочтение того самого свитка. И вот здесь, когда сломана первая печать, одно из четырех животных, которые очень широко представлены в Ветхом Завете, и в видении Иезекииля, пророка, собственно говоря, здесь же в книге Откровения, Иезекииль видит это как особых ангелов, да, особых архангелов, стоящих непосредственно перед Божьим престолом. И одно из них говорит как бы громовым голосом. Очень часто в священном Писании громовым голосом говорит сам Господь. Он говорит «Иди и смотри». Здесь есть, конечно же, несколько версий все-таки, что здесь происходит. В части свитков все-таки ангел говорит «Иди», да, то есть, и скорее всего, что это может относиться к тому всаднику, который должен выйти, да. Хотя вот в нашем синодальном переводе мы как бы понимаем, что ангел говорит «Иди и смотри». Скорее всего, мы эти слова относим к самому Иоанну, который должен передавать эту весть. В частности, Александрийский кодекс, как и наиболее древние, вот это слово «Смотри» в ряде текстов не упоминают. Там стоит просто слово «Иди», да, такое вот повелительное наклонение, которое говорит о том, что вот сейчас начинаются какие-то изменения. И этими изменениями является выход не просто коня белого, а выход всадника на коне. Опять, для нас людей 20 века эта картина во многом понятна. Особенно для жителей бывшего Советского Союза, когда в 1945 году после победы над фашистской Германией на Красной площади маршал Жуков принимал парад победы. И тоже на каком коне? На белом. Вот эта вот как бы картина белого коня, да, то есть абсолютно белого, чистого коня. Это у нас, опять же говорю, повторюсь, у жителей бывшего Советского Союза вызывает устойчивую ассоциацию победителя. То есть и даже среди наших пословиц и поговорок, да, мы говорим принц на белом коне, помните, да, или человек на белом коне, вот он въехал. Есть даже известные песни на этот образ о белом коне. Везде этот образ будет говорить о победителе, везде этот образ будет говорить о том, что вот эта фигура, этот всадник, да, то есть он торжествующий, он возвышенный, он празднующий, он величающийся, да, то есть вот эти образы, знаете, парада победы или триумфального шествия в той самой Римской империи, когда какой-то полководец, который совершил невероятный подвиг, разбил Митридада, царя греческого, или-то еще что-нибудь, или как Юлий Цезарь, скажем, покорил эти самые германские племена, да, то они совершали вот это шествие к Риму, да, то есть онарядно, опять же-таки, одетая на колесниц, обложенная золотом, лавровыми венками, с ними шла процессия, его легион разодетый маршировал опять-таки по улицам Рима, да, то есть они вели с собой пленников, как плоды победы, они везли с собой трофеи иногда диковинных зверей, чтобы показать величие победы, одержанной тем или иным полководцем. Ну, а если говорить все-таки вот о времени первого века, то конь это мощнейшая боевая единица. Это настолько сильное оружие, что, если вы помните, Бог Соломону запретил что? Разводить коней, покупать коней, перепродавать коней, и вообще вот этот вот боевую колесницу, в которой участвует непосредственно конь или в основании кавалерии, он им напрочь запрещает. Потому что конь, как и собственно колесница, это абсолютное оружие победы. Армия, у которой будут кавалерия или конница, остановить ее практически невозможно. Но вы можете себе представить, что такое конь, да, то есть это может быть 300, может килограмм веса, 250, все-таки в зависимости от порода коня, его величины и так далее. В разные века это все было по-разному. Да, то есть если конь маломальский, защищен, я не знаю, там, кожаными доспехами, но вряд ли, что это были доспехи, конечно, кольчужные, которые потом появятся позже, в средневековье, но предположим этих коней будет всего лишь около ста, я уже не говорю о тысяче, выстроенных, организованных, на которых будет всадник с копьем и щитом, и вот эта вот громадина набирает ход, пускается в голову. Чем это можно остановить? Какими оружиями? вот эта масса, каждая из которых весит, я сейчас повторюсь, 250 или 300 килограмм, движется с огромной силой, она вытаптывает любое количество людей, которые противостоят вот этому табуну или этой коннице. Остановить это возможно только современным оружием, я не знаю, орудием или пулеметами, максим, или чем-то еще, потому что даже с помощью градострел попасть в эту быстродвижущую мишень будет очень сложно. Убить стрелой коня невероятно сложно, невероятно сложно, потому что конь при галопе наклоняется вперед, голова у него низко впереди наклонена, он движется с большой скоростью, а по сути дела стрела летит во всадника, который защищен и опять же таки броней, шлемом, защищен щитом. То есть в принципе вот это оружие древнего воина позволяет ему выжить в очень сложных перипетиях вот этой самой военной схватки. Поэтому Бог в свое время очень четко выразил свою мысль древнему израильскому народу. Оружием победы для них будет кто? Сам Бог. Он запретил наличие конницы и наличие колесниц. Оружием победы будет он сам. И поэтому вся израильская история будет свидетельствовать о самых выдающихся победах в этих самых сражениях и войнах. Будь то это книга судей, будь то это книги царств, и мы будем прекрасно помнить историю Гедеона, когда к нему пришла невероятная по количеству армия, и Бог говорит о том, что 30 тысяч это очень много, 10 тысяч это совсем много, и остается всего лишь 300 человек. 300 человек против огромной армии. И мы понимаем, что вот это явление это нонсенс, это абсолютный нонсенс. Потому что никакими военными средствами 300 человек сражаться с этой большой армией пришельцев Мадиамских, Маликитян и так далее, это невозможно. И понятно, что здесь будет действовать только сам Бог. Это Его сила. По сути дела, победителем является Он Сам в этой большой войне. Мы вспоминаем осаду ассирийцами города, опять-таки, Самария, или города Иерусалима, то есть город Иерусалим осажден ассирийскими войсками. И опять выходит ангел-губитель, и тысячи сирийских могучих воинов, к этому моменту прошедшие всю Месопотамику, победившие, захватившие крупные города и в Сирии, и по побережью Средиземного моря. То есть это победитель, это армия победы, то есть это самое современное оружие, это самые современные воины. И поэтому на что может надеяться Иерусалим? И Рапсак выходит военачальник и начинает говорить об этом. То есть кто вас спасет? Вы посмотрите, посмотрите на великие крепости, укрепленные города, посмотрите на эти непобедимые армии, где они все проиграли. Вы на что надеетесь? И выходит ангел-губитель. Сто с лишним восемьдесят пять тысяч замечательных воинов в одну ночь погибли. И книга Агея будет говорить этими же самыми простите о вакуума, да, будет говорить теми же самыми образами. Разве на реке воспылал Господи гнев твой? Разве на реке негодование твое или на море ярость твоя? Что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию данному колену. Ты потоками рассек землю. Увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна долагал голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. в огне в огне шествую по земле и в негодовании попираешь народы. А вакуум 3 глава повествует об образе воина Бога, об образе Бога, который опять-таки на колеснице, он обнажает лук, у него целая армия, он движется на этих самых неприятелей. Мы можем вспомнить опять-таки пророчество из книги Захария, 9 глава. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он вознесет мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их. И далее. Опять-таки, да, здесь образ опять Бога, да, какого Бога? Образ Бога воина, образ Бога победителя, образ Бога, который шествует, и остановить его практически не может никто. Опять-таки, да, с чем сегодня можно все это проассоциировать? Эту самую древнюю лесницу, эту армию, наверное, с армадой каких-нибудь танков, да, самых непобедимых, которые в едином порыве движутся на неприятеля, сокрушая все на своем пути. Поэтому здесь при снятии первой печати Иоанн видит вот эту движущуюся, побеждающую, божественную силу. И в качестве всадника на белом коне, у которой имеет лук, то есть опять-таки оружие, да, то есть он видит самого Бога. Остановить Бога на земле не получится ни у кого Абсолюта. Остановить Бога в Его деянии невозможно. Вот это главная и самая первая мысль, которая открывается Иоанну, а через него и нам. Напомню, что Церковь к концу первого века находится в очень сложной ситуации. почти все ученики Иисуса Христа умерли. Обещанного скорого пришествия нет. Более того, Церковь уже подвергается гонениям Нерона. Опять-таки в этих самых замечательных городах, о которых мы с вами говорили, о Ефес и далее, то есть эти города Малой Азии, там, где находятся Церкви, они являются городами язычества, победившего, побеждающего и, так скажем так, заявляющие о своем месте в этом мире. К сотому году разрушен Иерусалим, нету его. Все те, кто, скажем, приходили в храм на поклонение рассеяны абсолютно к той самой Римской империи. То есть если смотреть вот в реальности к сотому году, да, то Иерусалима нет, храма нет, иудеи находятся в рассеянии и можно сказать о том, что вообще это полное поражение. Это полное поражение, потому что город Иерусалим рассматривался не просто как один отключенный город, это центр с храмом, это центр поклонения Богу Яхве, это то место, куда паломники съезжались со всех концов земли, это то место, устремление было у всех опять же таки, кто поклонялся Богу Яхве, да, то есть независимо это Африка, это Азия, где жили люди того времени, они думали об Иерусалиме, туда они отправляли паломников, туда шли пожертвования, туда хотели приехать, чтобы посетить тот самый храм Яхве, туда хотели приехать, чтобы поклониться, пережить вот это единение народа, пережить праздники опять же такие годовые иудейские, Пасху, Йом-Кипур, Пятидесятницу, далее, то есть вот оно, это центр Вселенной, это центр нашего мира, и позже в Средневековье эта идея будет настолько сильной, что люди будут все бросать, продавать свое имущество, отправляться в эти самые крестовые походы для того, только чтобы посетить то самое место, где жил Христос, где Он был распят и где Он воскрес, подняться на эту гору, пережить какой-то невероятный духовный опыт, и вот это мечта народов, к концу первого века этого ничего не осталось, ни города, ни камней, Энния Капитолина, чисто римский город, и не более того, где Бог, что происходит, где апостолы, где ученики, где церковь, и тот самый Иоанн находится на Патмосе, мы говорили с вами, в заключении, он смотрит через пролив на видя эти города, к которым эти вести относятся, и он видит сплошное уныние и поражение, преследование и несчастье, вот и все, что он видит, и все время мы говорили о послании к семи церквях, Бог будет ободрять, и здесь в первой печати Бог будет говорить, что на самом деле то, что ты видишь, это не вся объективная картина мира, потому что, хоть и Иерусалим разрушен, но божественная весть на сегодняшний день побеждает, Бог движется, как воин вот тот на белом коне победитель, сметающий любые препятствия на своем пути, и поэтому христианская церковь с первого века мгновенно распространилась, опять-таки, на очень большой территории, и в Африке, и в той же Азии, и на территории каких-то европейских городков и образований, в той самой большой, огромной римской империи вдруг появилась церковь, появился народ. Кто эти люди различных национальностей, говорящие на различных языках, но которые по субботам собирались по домашним группам, может быть, где-то в катакомбах, может быть, на каких-то древних кладбищах, для того, чтобы петь гимны, для того, чтобы открывать какие-то свитки или слушать людей, знающих священные свитки, для того, чтобы говорить о Яхве. Это очень, очень важная, важная весть. И сам Иисус в Евангелии от Анны, в частности, это 12-я глава, говорил «Ныне» 31-й текст и далее «Суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе, сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Ныне суд, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И вот эти слова они звучали рефреном для всех последующих поколений христиан. Потому что Христос победил, потому что Он хоть и был распят на Голгофском кресте, но воскрес и был вознесен и находится там, вот как мы с вами смотрели на 4-ю и 5-ю главу перед престолом Божьим. Он уже победитель. И теперь для человечества остается лишь один вопрос. Все-таки кому мы присоединимся? Кто наш Бог? распятый, но победивший Иисус Христос? Или же те идолы, или боги, я не знаю, римские, греческие и далее? Выбор стоял перед каждым человеком. И как-то незаметно люди не смогли вероятнее всего отследить тот самый момент, когда христиан стало очень много. По крайней мере, ко времени Диоклетиана, когда последовали самые страшные гонения по свидетельству историков, премьер-министр фактически, но говоря современным языком, был христианин. Многие центурионы, командный состав легионов был христианским. Когда Диоклетиан оглянулся вокруг себя, то увидел, что мир-то вот так вот к третьему веку христианский уже значительно перевешивает языческий. Тогда последовали самые страшные гонения. Это была попытка, самая серьезная попытка языческих жрецов все-таки провести эту самую реставрацию и стереть христианство с лица земли. Но, как мы знаем из истории, эта попытка не увенчалась успехом, но это вот уже то далекое будущее, и мы тоже будем о нем говорить. А вот здесь время первого века, а вот здесь время Бога-победителя, а вот здесь время распространения той самой евангельской вести. И поэтому всадник, который движется, дан был ему венец, это древнегреческое слово стифанос, да, то есть это скорее венок, который когда-то вручался победителю на Олимпийских играх, да, то есть лавровый венок. Он выступает, этот всадник, в качестве победителя. Он победоносный и идет побеждать. Вот в этом заключается самая большая весть первой печати. Остановить Бога невозможно. Проиграть с Богом невозможно. И все, что может сделать человек, если он находится в заключении на острове Патмос, если он находится среди языческого мира в Эфессе, если он находится под давлением мира в Смирне или где-то еще, все, что он может, это отдать свое сердце Богу, Иисусу Христу, встать рядом с победившим и, по сути дела, вместе с Ним наследовать победу. Вот к этому приглашает нас Господь. И сегодня, в 21 веке, на самом деле, ничего не изменилось. Одежды изменились, средства передвижения и коммуникации, может быть, границы территориальные изменились, но весь наш мир остался прежним. В нашем мире победителем по-прежнему является Господь. Отдайте Ему свою жизнь, чтобы и вам быть тоже победителем. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова